МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Огромный трактор ехал по Новокузнецку с опасной скоростью. Инспекторы ДПС приказывали водителю остановиться, но мужчина в ответ лишь норовил раздавить патрульные машины. Прижать нарушителя к обочине или заблокировать ему дорогу автоинспекторы попросту не могли. Прострелить мощные покрышки было также невозможно. Один из полицейских решился на ходу запрыгнуть на трактор, но беглец почувствовал неладное. Он повернул с улицы в узкий проезд, где автомобили ДПС уже не могли приблизиться к нему сбоку. Кушка, я по гаражам за ним еду. То есть не могу я его остановить? Удите на тракторе! Женщина, уйдите от трактора! Там где-то баба шла. Ты идиот, а что ты уже? Тракторист совсем не разбирал, куда едет. Женщине-пешеходу пришлось спасаться от него на обочине. Всё решила внезапная атака. Полицейский побежал за нарушителем следом. Автоинспектор на ходу забрался в кабину, к штурму подключились и другие патрульные. Водителю пришлось сдаться. Он представился Романом Евгеньевичем. Мужчина был абсолютно пьян. Роман Евгеньевич, долго, непрерывно? Да, пожалуйста. Хочешь там пробиваться? Нет. Ещё, ещё, ещё немножко. Хорошо, достаточно. Проверка на алкотестере показала, что тракторист выпил не меньше бутылки водки. Никаких угрызений совести мужчина не почувствовал. Напротив, он был в приподнятом настроении. Я алкоголю. Сейчас мы сразу распечатаем на бумажном носителе эту информацию. Два года без прав поохожу. На приёме металлург. Всё. Наверное, Роман Евгеньевич по жизни весельчак и оптимист. Только чему в этот раз радовался, непонятно. Потянуло на приключения, а в результате потерял работу на тракторе. Повезло ещё, что никто не пострадал. Город Абакан. Республика Хакасия. Никто не может ни проехать, ни пройти из-за двух неуступчивых водителей, которые перегородили дорогу. Они никак не могут договориться. И в результате бросаются в драку. Но и здесь задиры буквально упираются лбами. Если бы у них были копыта, рога и пушистая шкура, всё стало бы на свои места. Но ни рогов, ни шкуры у них нет. Только упрямство хоть отбавляй. Вокруг собралась уже целая толпа недовольных. Драчунов разнимают. Наверное, ещё немного, и очевидцы сами бы поколотили их за твердолобость. Киров. Пожилой человек подходит к пешеходному переходу. К счастью, он ещё не успел выйти на проезжую часть. Прямо перед ним врезаются автомобили. Одна из легковушек отлетает на прохожего. Пожилой человек едва успевает отбежать. Так и инфаркт заработать можно. Сербия. Город Нови Сад. Водитель Вольксвагена уверен, что дорога свободна. И проезжает на красный сигнал. Водитель Ауди уверен в том же самом. Поэтому разогнался до скорости гоночного болида. Скорость Ауди в момент столкновения 160 км в час. Трое 20-летних пассажиров Вольксвагена погибают на месте происшествия. Наверняка водителям казалось, что на пустых ночных улицах можно незаметно допустить нарушения. Но не стоит быть таким самонадеянным. США. Со стороны может показаться, что регулировщик находится под действием алкоголя или психотропных препаратов. На самом деле полицейские всего мира словно эстафету подхватили креативный подход к наведению порядка на перекрестке. В основном танцевать на дороге принято под музыку Майкла Джексона. Прохожих подобным действием уже не удивить. Главное, чтобы количество происшествий сошло на нет. После недолгих кривляний представление заканчивается, и полицейского поддерживают коллеги. Красноярск. Неправильная эксплуатация шин может привести к очень опасным последствиям. Водитель бетономешалки зачем-то решает опередить легковушку. Он разгоняется быстрее, чем следовало бы. В результате у грузовика взрывается колесо. Чуть раньше и взрывом бы снесло легковушку. По всей видимости, произошло следующее. Шина перегрелась от повышенной нагрузки. И из-за этого лопнула. Сильнейшее столкновение пассажирской «Газели» и «Жигулей» седьмой модели произошло в двери. Свидетели происшествия немедленно бросились к разбитым машинам. Очевидцы были уверены – без жертв не обошлось. Легковушка на полной скорости протаранила выезжавший с автозаправки микроавтобус. Кто водитель? Кто за рулем маршрутки был? Водитель там пострадал, он в крови. Вот смотрите, пожалуйста, да, вот фотографируйте скорость на пешеходном переходе. Нельзя таким скоростным ехать там на пешеходный переход. В салоне «Газели» был только водитель. Он забыл пристегнуться и сильно ударился лицом об руль. Его знакомые были убеждены в невиновности мужчины и не церемонились даже с полицейскими. Для инспекторов ДПС все было очевидно. Водитель «Газели» не убедился в безопасности, выезжая на главную дорогу. Мужчина не отрицал свою вину, но обвинял владельца легковушки в превышении скорости. Когда сел на машину, поворотник получил, смотрю, машины нету. Когда я разворачивал, уже хотел, смотрю, какой так шум, и все, больше не знаю, что там. Несмотря на очевидные нарушения водителя маршрутки, хозяин «Жигулей» тоже не совсем прав. Он двигался с превышением скорости. Наконец, споры прекратились. Машины отвезли на ремонт. Нужно было жить дальше, желательно, не совершая прежних ошибок. Далее в программе. Равные силы. Автомобилист и маршрутчик помахали кулаками. Наши реалии. Никто не спешил на помощь к пострадавшему байкеру. Рука из багажника. Полиция Челябинска оказалась доверчивой, но бдительной. А также другие съемки в жанре боевика. В Челябинске на посту ДПС была замечена легковушка, водитель которой числился в розыске за торговлю наркотиками. Полицейские предприняли попытку остановить его, но преступник попытался скрыться. Автоинспекторы заблокировали наркоторговца во дворах. Тогда он вышел из машины с пистолетом и пустился в бега. Водитель не подпускал полицейских и грозился, что будет стрелять. Как оказалось, он пытался выиграть время, чтобы угнать машину. Подозреваемый угрожал автомобилисту пистолетом. Бедолага поспешил уехать прочь от бандита, но злодей не сдавался и попытался угнать другую машину. Оружие в руках задержанного оказалось игрушечным. Правда, в его машине нашли настоящий пистолет, ножи и дурманящие зелья. Злоумышленнику грозил немалый срок. Наркотикам не место на дороге. Таксисты в Ростове не поделили клиента и устроили драку. Водители катаются по асфальту между машин и что-то выкрикивают. У одного из них в порыве страстей даже слетает обувь. Из-за трехсот рублей, которые пообещал клиент, они готовы убить друг друга. Драться таксистам пришлось недолго. Когда они понимают, что клиент сбежал, то встают, оттряхиваются и идут каждый по своим делам. Делить больше нечего. Москва. Горьковское шоссе. Водитель такси поворачивает налево. В этот момент его автомобиль на полном ходу врезается легковушка. Самоуверенный таксист не пропустил встречный автомобиль. Теперь он остался без работы. Уссурийск. Через реку в живописной долине перекинут автомобильный мост. По нему изредка проезжают машины. И вот одна из них неожиданно попадает в занос. Автомобиль сносит ограждение. Переворачивается и падает в воду. Спустя 10 секунд он погружается на дно. Водитель погиб. Его собирались лишить прав из-за проблем с алкоголем. Не исключено, что и в момент аварии он был не трезв. Москва. Движение на перекрестке затруднено. Через затор пробирается Форд. Однако перед ним поворачивает микроавтобус и останавливается. Автомобилист мгновенно реагирует на это агрессией. Он нападает на маршрутчика через открытое окно пассажирского Фиата. Но неожиданно все меняется. Водитель микроавтобуса точно так же налетает на противника уже в салоне его легковушки. Драка прекращается внезапно, как и вспыхнуло. Видимо, мужчинам только и нужно было на ком-нибудь выместить раздражение. Езда в пробках не для слабонервных. В Одессе припаркованный автомобиль мешает проезду трамвая. На рельсах уже собралась огромная пробка. Но хозяина иномарки все нет. Несколько пассажиров сначала пинали Лексус по колесу, чтобы сработала сигнализация. Но когда водитель не объявляется, то дают волю своим чувствам. На кузове видны следы от ударов ногами. Ненависть пассажиров трамвая настолько велика, что иномарки расцарапали весь левый бок и облепили жвачкой. Судя по номерам, водитель приехал из Белоруссии и был не готов к такому гостеприимству. Чтобы трамваи наконец поехали, пассажиры, словно муравьи гусеницу, вручную отодвигают трехтонную машину в сторону. Кемерово. Автомобиль с регистратором останавливается на запрещающий сигнал светофора. Впереди водители самосвала и Ауди заняли на перекрестке позиции для поворота и завершают маневр. Устоять байкеру не удается. Судя по всему, у него травма. Никто даже не подходит к пострадавшему и не справляется о его здоровье. Все равнодушно продолжают двигаться по своим делам. Владелец автомобиля с регистратором единственный, кто останавливается и спешит на помощь. Это поступок. Ужасающую картину увидели поздней ночью автомобилисты Челябинска. По городу ехала легковушка, из багажника которой торчала окровавленная рука. Свидетели сообщили о происшествии в полицию. В погоню за машиной выехали группы немедленного реагирования. Вас блокировали на одном из перекрестков. Но каково было удивление патрульных, когда они открыли багажник Лады, а из него вылезла совершенно невредимая девушка по имени Мария. Знаете, что из-за вас весь город подчинялся, а? Да, давайте куда-нибудь показать полицию. Мария объяснила полицейским, что на руке у нее вовсе не кровь, а кетчуп. Происходящее было розыгрышем. Вот и подруги попросили, только рука замерзла, потому что мы катались. Мария облила руку кетчупом и забралась в багажник. За руль Лады села Татьяна. Их веселье не продлилось и получаса. Горе-шутниц доставили в отдел полиции, где штрафовали за опасную перевозку пассажира. И мы еще спросили, а как в багажнике можно пристегиваться, как бы и полиция нам на что сказала. Так а зачем тогда вы туда залезли, если там нельзя пристегиваться, как бы. Ну, общая сумма штрафа. Общая сумма на 700 рублей получилась, как бы, плюс кетчуп 19 рублей. В 719 мы повеселились, как бы. Розыгрыш из ряда черного юмора. Ко всему прочему, подруги напрасно взбудоражили полицию. Дамочкам стоило бы прежде поразмышлять, как можно шутить и чего лучше не делать. Как минимум, неэстетично. В финале программы. Много шума из ничего. Молодые люди на мопеде зачем-то сцепились с полицейскими. Случай во Владивостоке. Пьяный лихач с татуировкой мог ездить, но не был способен ходить. Помните, дорожные войны лучше смотреть по телевизору, чем в реальной жизни. Странный случай произошел в Кирове. Девушка-водитель мопеда и двое пассажиров пытались скрыться от инспекторов ДПС. При этом они ехали ночью без света и шлемов и на высокой скорости. Полицейские обогнали наружительницу и перекрыли ей дорогу. Девушка попыталась развернуться, но не справилась с управлением и завалила мопед на бок. Недолго думая, она сбежала с места происшествия, а пассажиры попытались оказать полицейским сопротивление. Молодые люди были пьяны. Они кричали и требовали, чтобы их отпустили. Александр, один из них, уже был в наручниках. Второй Иван встал на защиту своего знакомого. Но вскоре сковали и его. Задержанных усадили в патрульный автомобиль. Однако молодые люди не успокаивались и продолжали дебоширить. Александра и Ивана даже пришлось рассадить по разным патрульным автомобилям. Вместе с мопедом задержанные отправились в отделение полиции. А то, что я пассажиром ехал. Можно ездить? Можно. Без каски, на мопеде, пассажиром. Я пассажиром. Там даже вторым нельзя. А вот сбежавшую скутеристку молодые люди не выдали. Забегство от автоинспекторов ей грозило наказание не меньше, чем задержанным. К тому же Иван уже попадал в поле зрения автоинспекторов. Месяцем ранее он пьяный ездил по поселку без прав и даже сбил человека. Вот так встреча. Дагестан. На пути у свадебного кортежа встала женщина и не дает проехать. Водитель лимузина плавно нажимает на газ и продвигается вперед. Однако прохожая стоит на своем. Оказывается, по обычаю, она хочет получить подарок от молодоженов и добивается своего. За настырность женщина получает хорошую плату. Жених щедр и не стал нарушать традицию. Водитель легковушки нетерпеливо стартует на светофоре. Но на повороте его ждет незабываемый момент. Легковушка сталкивается со скутеристом и бедолага отлетает от места происшествия метров на десять. Благодаря шлему он остался жив, отделавшись лишь ссадинами и ушибом. Махачкала. Девушка за рулем легковушки поворачивает на перекрестке. Во время маневра она слишком сильно выворачивает руль, прибавляет газ и в результате таранит автомобили, стоящие на встречной полосе. В аварии пострадали только машины. А вот горе водителю не помешает взять несколько дополнительных уроков вождения. Вологда. Впереди автомобиля с регистратором движется темная Део. Водитель перестраивается в левую полосу для поворота. Но он не замечает, что сзади на обгон идет легковушка и выполняет маневр. От мощного удара иномарка опрокидывается и на крыше скользит по дороге. Затем врезается в припаркованную машину. Владелец автомобиля с регистратором останавливается, чтобы помочь. Один не смотрит в зеркала заднего вида, другой летчиком себя возомнил. В итоге глупая авария. К приезду автоинспекторов Владивостока виновника ДТП мог уже и след простыть. Но полиции повезло. Когда водитель Тойоты пришел в себя и увидел, что натворил, то попытался скрыться. Правда, не смог уйти, потому что ноги его не слушались. Как многие пьяные водители, задержанный стал уверять автоинспекторов, что якобы за рулем находился кто-то другой, а он всего лишь пассажир. И даже попытался убедить полицейских, что машина тоже чужая. Поэтому к случившемуся он не имеет никакого отношения. А машина ваша? Нажитай. Не наша. Не ваша, да, получается? К тому же на записи видеорегистратора было прекрасно видно, как именно он сидел. А вернее, спал за рулем. Документов и страховки на машину у виновника аварии не было. А водительских прав он уже был лишен. На этот раз рецидивиста арестовали на 15 суток. В Москве две девушки устроили разборки с активистами СтопХама. Им не понравилось, что молодые люди клеят наклейки на неправильно припаркованные автомобили. Мне проще в страну заплатить, ясно? По закону. Чем вот клеить. Одной девушке принадлежал неправильно припаркованный автомобиль. Другая увидела происходящее из окна квартиры и решила заступиться за подругу. Активисты пытались объяснить агрессивным девушкам, что из-за перекрытого машинами тротуара могут пострадать пешеходы. Оттерите мне ту хрень, которую надо делать. Но девушек слова не вразумили. Они попытались заставить активистов убрать наклейки с автомобиля. Однако молодые люди были непреклонны. Они побежали драться с нашими ребятами. Ребята говорили, успокойтесь, зачем вам это не нужно? И нам это не нужно. Так и не добившись своего, скандальные особы ретировались. В очередной схватке с неадекватными автомобилистами вновь победили активисты СтопХама. СтопХама Киров. Водитель серебристого седана паркуется, чтобы достать с заднего сиденья папку с документами. Но неожиданно из салона вываливается ребёнок. О, ёлки-палки. Хорошо ещё, что малыш страхует своё падение руками. Иначе водителю не избежать серьёзного разговора со своей половиной. Вывод прост. Пристёгивать детей надо сразу, как только они садятся в машину, а не ждать их самопроизвольного катапультирования. Продолжение следует...